Приветствую вас. Прочитал ваш вопрос. И хотел бы дать на него ответ. Значит, ну, что я вам хочу сказать. По большому счету, вы описываете ситуацию очень жуткой неуверенности в себе. И проекции своей неуверенности на, опять же, самого себя же. То есть, вот вы пишите, начал встречаться с девочкой со своего родного города, сам на тот момент учился далеко оттуда. Начали встречаться, когда приезжал к родителям. Ну, пока все идет неплохо. Ждали друг друга год. И ей удалось убедить родителей отправиться учиться поближе камня. Можно сказать, жили вместе. Ну, в принципе, тоже неплохо. Помимо только, наверное, того, что вы гласите, что год ее ждали. Ждали друг друга год. Ну, вот это, вот, это наводит на определенные мысли. То есть, вы ждали друг друга, либо действительно любовь настоящая, либо друг другу очень сильно вы были нужны. И как вот она нужна вам очень сильно. Так и вы очень сильно нужны ей. Конечно, вопрос уже для чего, но это вопрос отдельный. Далее. Я человек очень подаврительный, пищевый и недоверчивый. Вокруг меня всегда были подруги, которые обманывали своих парней и не самые джерстные девушки. Здесь сразу стоит вопрос о вашем возрасте. Сколько вам лет? Были ли у вас отношения? Потому что вот вы пишите, что я у нее был первым. Я чуть по пути забегаю вперед. Но вы-то про себя не написали. То есть, вот. Были ли у вас отношения? Если да, то какие, как они заканчивались и так далее. С чем связана ваша подозрительность? С чем связана ваша недоверчивость? Знаете, подозрительность и недоверчивость – это, по сути дела, тревожность. То есть, вот, тревожность – это постоянное ожидание чего-то плохого. Постоянное ожидание чего-то негативного. Это потребность бояств тревожности. Ну, и, собственно, если мы говорим о тревожности, то это, как бы, нежелание того, чтобы ваша привычная картина мира поменялась. Ну, то есть, вот, вы живете по определенным правилам, по определенным принципам, по определенным алгоритмам, да. И происходит так, в вашей ситуации происходит так, чтобы что-то может поменяться, что потребует от вас другой модели поведения. И вот это вам больнее всего осознавать, ну, или воспринимать, как угодно. И вопрос заключается в том, лично, почему. Почему вам это тяжело осознавать? Почему вам трудно это осознавать? Почему вы боитесь? Почему вы такой неадаптивный? И связано это с детством, связано это с вашим мировоззрением, связано это с вашим восприятием себя, с самосознанием, то есть, как я осознаю себя сам, какое место мое среди других людей, как воспринимают меня они, как я воспринимаю их. Это вот очень все важные вещи. Далее. Вокруг меня всегда были подруги, которые обманывали своих парней и не самые честные девушки. Ну, вы написали это как бы через запятую. Примечательно, что вы называете этих людей подругой. То есть, это ваши подруги, которые обманывали своих парней. Давайте мотив. Сразу мотив. Обманывали своих парней и почему? Какой стиву? Какой мотив обманывать своего парня? От чего? Обманывать надо. Ну, наверное, от неудовлетворенности какой-то, да? Либо от непринятия себя самой, девушкой. То есть, человек обманывает себя, обманывает другого, потому что он пытается казаться другому, не таким, какой он есть, да? Почему? Потому что ему важно, чтобы о нем думали определенным образом, чтобы видели его определенным образом. То есть, он отдаёт предпочтение не тому, какой он есть, а тому, как его видят другие. При этом, не принимая себя. Часть себя. Это пророждает невроз. Опять же. Отсюда и обман. И вы, в принципе, несмотря на свою честность, несмотря на свою правильность, вы не уверены в себе, в своих. Подозрительность и недоверчивость это потребность близости в другом человеке. Потребность максимальной близости в другом человеке. Вопрос. Зачем вам эта максимальная близость? Откуда такое желание быть максимально уверенным в своем партнере, требовать гарантии? Вы боитесь, что вам не изменят, и вы будете, наверное, думать хуже о себе. А почему? Почему вы боитесь того, что вы будете думать хуже о себе? Почему вы вообще должны хуже думать о себе? Тут она. Чистая, наивная, добрая. Ну, вы знаете, вот, так сказать, если вы склонны демонизировать людей, девушек, то, соответственно, если кого-то вы демонизируете, то кого-то вы идеализируете. И идеализируя, вы наполняете человек, человека ответственностью за себя, за вас. Я у него был первый мужчина, пишите вы. Ну, хорошо. Но мои стереотипы от девочек не давали мне покоя. А откуда стереотипы сформировались, Алексей? Кем они были сформированы? Знаете ли вы вообще, что такое слово стереотип? Стереотип это такой вот собирательный образ, поверхностный, основанный на незначительном опыте. На неглубоком опыте. Ну, то есть, грубо говоря, вот вы увидели, например, что какая-то девочка изменила своему правду. Да? Вы увидели это, ай-яй-яй, какая девочка плохая и так далее. Но вы не знаете, почему она это сделала. Вы не можете знать, что заставило ее это сделать. И я надеюсь, вы со мной согласитесь, в этом согласитесь, что вы не знаете, что заставило ее это сделать. Но что-то заставило. И вот не зная того, почему она это сделала, вы делаете выводы. вы делаете выводы, как бы он не о девушке, я имею ввиду, что она такая плохая, что она такая ужасная, негативная, противная и так далее. В действительности ваш опыт о ней довольна поверхности. Вот это как бы и называется собственно стереотипом, понимаете, это как бы и называется предубеждением. ваш опыт необходимо углубить. Лучше понимать причины, по которым девушки так себя ведут. Понять, что они просто так обманывать никого не будут. Ну, человек вообще просто так обманывать он не будет никого. Это довольно знаете, сложно, тяжело и хлоп достаточно. то есть вот мы с вами уже приходим к выводу, что ваш опыт с девушками довольно поверхности. Ну, и понятно, что с вами говорите, что случайного общения с девушками вы избегаете от сил, откуда соответственно вам взять какую-то вот практику такую достаточно углубленную, да, вот. Далее выпейте следующее. Я постоянно оскорблял и постоянно боялся. Всегда ревновал и искал подвох. А искать было нечем. Ну, здесь вообще очень интересная ситуация. Стереотипы у вас девушка оскорбляйте вы свою девушку, которая наивная, добрая и честная. Ну, и вот получается по факту такое довольно серьезное противоречие. если девушка добрая, наивная и чистая, то она как-то недостойна оскорблений, как вы считаете. Вот считаете ли вы, что она достойна оскорблений, вашей девушке, которая так-то добрая, чистая или нет? Вы позволяли себе ее оскорблять. А что это значит по сути, что вот вы позволяли ей себя, позволяли себе ее оскорблять? Что это значит по сути дело? А по сути дела это означает, что вы позволяли себе проецировать на нее свои переживания, возможно травмы, возможно какие-то страхи и так далее. И вот и получается такая ситуация, на мой взгляд, довольно печальная ситуация получается, когда вы девушку не то, что вы любите, нельзя сказать, что вы ее прямо любите, можно сказать, что вы ее используете как бы для себя, для своих целей определенных, но нельзя сказать, что у вас любовь, вы в ней нуждаете, потому что в ней вы видите средства для того, чтобы убедить себя в том, что, например, добрые, наивные, чистые девушки существуют. При этом вы не уверены в себе. Еще раз повторю, не уверены в себе вы, ну, довольно сильно. Вникает вопрос, а почему вы не уверены в себе? В чем именно, в чем конкретно вы в себе не уверены? В чем вы в себе сомневаетесь? Ну вот вы же понимаете, что если вы ревнуете, значит, это с чем-то связано. Вы же понимаете, что если вы ревнуете, значит, вы чего-то боитесь, что девушка там объективно, например, от вас уйдет, ну, допустим. Вопрос. А почему она уходить должна? А если даже и уйдет? Что для вас в этом плохого? Вот. Эти вопросы тебе нужно задать. Как вы будете о себе думать, например, если она от вас уйдет? Ну и так далее. Далее. Я запретил ей общаться. Все подробно старыми. Я догнал ее в жесткие рамки и себе, соответственно, не позволял случайной переписки с любой девочкой, не поставив ее в известность. Я однолюбно полюбил ее сильнее жизни, но одновременно кричал, ругался и оскорблял. Зачем? Недоверие и стереотипы. Но это все работа с вами. Она любила меня тоже, я это видел. Потом, через три года в отношении у меня умер папа, она вытащила из этой ямы. И меня, и всю мою семью, маму и маленького брата. И, как бы, где благодарность, где вера в то, что она действительно надежный человек. Далее. Я не научился в университете. Да, кстати, Алексей, вот такой момент. Кто был для вас ваш отец? Какие у вас отношения с мамой? И что для вас означало смерть отца? Значит, вы пишите, что я не научился в университете. Почему? И мне пришлось ехать в свой родной город. Она второй раз поехала за мной, и я начал меняться. Все увидел, глаза открылись на нее, все стало налаживаться, но запреты продолжились. О чем тогда, позволите вас спросить, были изменения, если запреты остались? В чем вы менялись конкретно, если у вас запреты остались? Позвольте вот такой вам вопрос задать. Ну, понимаете ли вы, что запрет это попытка подстроить человека под ваше собственное видение мира? Понимаете ли вы это? Отдаете ли вы себе в этом отчет? Отдаете ли вы себе отчет в том, что вы человека, по сути дела, просто-напросто, ну, как бы, пытаетесь подчинить тому, как вы воспринимаете вообще мир, окружающий. Вот. Запреты это власть. То есть вы хотите властвовать, вы хотите быть полностью в ней, ну, уверен, уверены, может быть, или как-то вот еще реализовываться через нее. Понимаете? И вот скажите, какую цель вы преследуете, запрещая их есть либо, а самое главное, самый главный момент – это то, что вы наивно считаете, что запреты – это реально ваш человек, то есть запрещая, вы просто лишаете возможности человеку поступать так, как он хочет, может быть. Но при этом вы же, наверное, понимаете, что это не означает, что сам человек по себе будет другим. Это не означает, что человек не будет делать так, как он хочет, например. Это не означает, что человек не будет поступать так, как хочет. Да, он не может этого делать, да. Но, простите, поступать-то он все равно хочет. То есть вы, по сути, обманываете себя. Вот я хочу, чтобы вы поняли эту простую вещь, что запрет, суд, обман самого себя. Я не хотел, чтобы на нее дурно повлияли подруги, знакомые и так далее. Здесь вы откуда вы знаете, что подруги на нее дурно могли повлиять. Тем более, если она взрослая девушка, если у нее уже сформировавшийся характер, если она уже помогла вам пережить смерть важного отца, приехала за вами ему второй раз. Ну, как можно в этом случае повлиять на нее? Опять же, влияние на нее, это вы увязываете с собой. Тем, что вам это границ. Потому-то вы не имеете права решать за нее, с кем ей общаться и так далее. То есть это вопрос уже границ. Личные границы. Далее. Значит, начались ссоры из-за этого, она скрыта забывая аккаунты в сети, чтобы общаться со своей лучшей подругой детства. Ну, вы даже понимаете, что у нее есть лучшая подруга детства и почему вы ей запрещали это дело. Общаться. Ну, вот честно, положив руку на детство, почему запрещали это? Честно только, скажите. Ага, потом в университете она встретила, встретила и друга своего старого и начала общаться по СМС. Она говорила, что просто хотела общение и не больше. Оказалось, что они ходят в один спортзал. Короче, потом он ее, значит, послалал. Значит, вот. Ну, собственно, в общем, послалал он ее и... Как вы думаете, почему это произошло, Алексей? Вот вы сами как думаете? Почему она позволила себя пославать? Ответьте. Специально вам не скажу, а хочу только с вами подумать об этом. Со временем, значит, я узнал про это. Как? Узнали. Как узнали про то, что она аккаунты создавала скрытые. Значит, она не умеет врать мне, я выпытывал от нее все это постепенно. Зачем? Для чего выпытывали? Какой цели? Целью причинить боль есть? Целью причинить страдания себе? Зачем выпытывали? Ага, она цела на коленях. Вы позволяли человеку унижаться перед вами. Тоже вопрос, зачем, для чего? Очень много придумывала и признала потом, что забралась уже очень сильно. Я нашел ее контакт, пообщался с ним. Он мне сказал, что... Не беспокоится, она девочка легкого поведения. Поведение и, в общем... Вообще, так вот все хорошо. Она корнялась во всем. И далее вы сделали ей предложение. Зачем? Потому что испугались, что можете ее потерять. Все вроде бы налаживалось, но мне на этой зале мысли о ее проступке. А почему вы считаете, что это проступок? Почему вы не считаете, что это у нас нормальное поведение вообще? А вот дальше это просто-напросто неуверенность в себе. И то самое, о чем я говорю. Далее вы ее оскорбляете, заставляете ее мучиться, страдать. Вот. Вы говорите, я снимаю кое-что, нам нужно расстаться, я больше не могу. Вот. Ну, понимаете ли вы, что вы в этот момент идете на поводу у себя, на поводу своих страхов и так далее. Настроение меняется, как у девочки с 14-летней. Это вы про себя говорите? Если так, то действительно рекомендую вам обратиться к врачу. Как порекомендовал вам один коллега, вполне вероятно, что у вас могут быть какие-то психические нарушения. У меня сердце разрывается, когда это плохо, пишете вы, да, но при этом это вам не мешает причинять ей боль. Вот. Как быть? Вы знаете, на вопрос, как быть, я рекомендую вам сейчас взять паузу и проработать над собой, Алексей, и разобраться в себе вот в ваших страхах, в ваших переживаниях, в ваших противоречивших комплексах. И все вот это вот разобрать. А с ней пока вам жить не надо. Это вот то, что, мне кажется, наиболее правильным будет для вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку. Я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Подумайте над всеми вопросами, которые я вам задал. Всего доброго.